Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс. На канале Инститиви с вами я, Тахмина Соломова. В четверг цены на золото практически не изменились, так как экономисты сфокусировались на данных, которые выйдут сегодня. Благодаря изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь в США, экономисты смогут получить дальнейшие указания на прочность экономики и вероятность подъема ставки в скором времени. Аналитики предсказывают рост рабочих мест в прошлом месяце на 182 тысячи, после подъема на 142 тысячи в июле, в то время, как ожидается сохранение уровня безработицы на прежней отметке в 5,1%. В четверг вышли данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице, показатель которого увеличился на 16 тысяч с учетом сезонных колебаний до 276 тысяч с 260 на предыдущей неделе. Аналитики прогнозировали рост количества заявок на 2 тысячи. Уверенные показатели, которые должны выйти сегодня, вероятно, вызовут дополнительные размышления по поводу сроков подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, в то время как низкие показатели могут оказать поддержку спросу на золото, ослабляя повод для раннего повышения ставки. В ходе утренних торгов на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,50 доллара или на 0,14%, до уровня 1,107,70 доллара за тройскую унцию. Индекс USD подскочил с пика 7 августа против корзины основных мировых валют на ожидание ужесточения монетарной политики в США в ближайшие месяцы. Сегодня день богат на экономические события. Выходят макроэкономические данные Канады, США и Великобритании. Вы смотрели новости Ронкофорекс на канале Инститиве. Оставайтесь с нами.